МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить» обзор событий, которые произошли сегодня в Рязани. И не только. Главная тема сегодняшнего выпуска в коротком изложении. Звонок из Крыма. Рязанский сенатор Игорь Морозов рассказал нам по телефону про обстановку на полуострове. Обокрали детишек. В Рязани расследуется факт мошенничества с материнским капиталом. Иду, где хочу, рязанские водители пожаловались на пешеходное беззаконие. А теперь обо всем подробнее. В Сасовском районе продолжаются поиски двух пропавших девочек Вероники Никуловой и Дины Голицыной. Они исчезли в субботу в районе местного авиагородка. По известной нам информации, девочки, одну из них 10, а другой 11 лет, ушли гулять в полдень и не вернулись. Вечером в субботу родители обратились в полицию. Выяснилось, что в последний раз подружек видели около реки Цны в Сасовском пригороде. Ранее сообщалось, что девочки ищут полицейские, спасатели, волонтеры, учителя местных школ. По данным на вчерашний день, в поисках участвовало около 200 человек. На сегодня их было уже 250. Вчера региональное следственное управление сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с пропажей Дины и Вероники. Сегодня мы связались с волонтерами, чтобы узнать, как идут поиски. К сожалению, у нас нет таких зацепок, за которые можно было бы по-настоящему зацепиться и попробовать эту версию проверить. То есть мы просто проверяем все, что можем, и добываем информацию. Нет, никаких вещей найдено не было, и ничего такого, что могло бы нам указывать либо как на природную следу, либо конкретно на то, что их там нет. К сожалению, никакой уверенности нет, чтобы отбросить любую из версий, и пока такой возможности у нас нет. Теперь о событиях вокруг Крыма. Как известно, Владимир Путин подписал указ о признании Крыма независимым государством. Сегодня утром президент уведомил Совет Федерации Госдумы и правительства о предложениях Крыма и Законодательного собрания Севастополя о принятии в состав России и образовании новых субъектов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. И наконец сегодня российский президент Владимир Путин выступил в Кремле перед депутатами, руководителями регионов и представителями гражданского общества в связи с обращением Республики Крым и Севастополя. А накануне мы связались по телефону с членом Совета Федерации от нашего региона Игорем Морозовым, который находился в Севастополе. Вот что рассказал нам сенатор. Все рады, все ликуют. И теперь главная задача это как можно быстрее инцентрировать Крым как субъект Российской Федерации в Россию, в политическую систему, наладить участие Крыма в государственных программах и определить ту часть бюджета, которая позволит стартовать всем экономическим проектам, которые здесь и сейчас уже готовы к своей реализации. Сегодня было опубликовано заявление и протокол международных наблюдателей, которые признали, что референдум состоялся, он легитимен, и все условия референдума, которые требуются по международному законодательству, соблюдены. Еще одна мировая тема – победный, блистательный для российской сборной финиш Сочинской паралимпиады. Результаты наших атлетов превзошли все ожидания. 80 медалей в общем зачете. Столько не собирала еще ни одна команда планеты. Никогда. В шестом году мы уже были победителями зимних паралимпийских игр. В десятом в Ванкувере россияне взяли 33 награды разного достоинства и стали вторыми. И вот фантастический результат игр в Сочи у российских паралимпийцев 30 золотых, 29 серебряных и 21 бронзовые медали. Сегодня после программы «Время говорить» мы встретимся в студии проекта «Подробности». В гости ждем председателя Рязанского отделения Паралимпийского комитета России Марину Кощееву с впечатлениями от игр и от выступления рязанских спортсменов. Наши были на таких состязаниях впервые и показали себя отлично. Впрочем, подробнее об этом в подробностях. А теперь по другим темам. Около 30 тысяч сертификатов на материнский капитал выдано сейчас в Рязанской области. Более того, с этого года его размер значительно увеличен. По данным на начало февраля сумма материнского капитала составляет почти 430 тысяч рублей. Но, разумеется, как всегда в России, да и не только у нас, вокруг казенных денег вьется много нечистых в таруку людей. Сейчас рязанские следователи занимаются очередным делом о мошенничестве с маткапиталом. Рассказывает Оксана Тебенихина. 26 уголовных дел. Наверняка рязанская мошенница никак не ожидала такого исхода, решив провернуть одну сомнительную авантюру. Те, кому пришлось столкнуться с вопросом о получении средств по программе материнского капитала, знают наверняка о том, как много сил, времени и нервов придется затратить прежде, чем им это удастся. Одна предприимчивая особа похвасталась связями в структуре муниципальных органов и предложила своим знакомым ускорить процесс получения субсидий. Само собой, за определенные вознаграждения. Деньги, как говорится, вперед. Порадовавшись своей неземной удачей, молодая семья посоветовала обратиться за помощью к энергичной дамочке и своим знакомым. Итак, по принципу сарафанного радио женщине удалось набрать благодарственными круглую сумму. Прошло время, жертвы обмана почувствовали неладные, ведь никаких подвижек в их деле не происходило. И отправились правоохранительные органы со своими заявлениями. Первоначально это было просто несколько объяснений, заявлений. В дальнейшем, когда уже стала проводиться проверка по данным заявлений, в ходе анализа уже проведенных мероприятий было установлено, что фигурирует везде одно и то же лицо. И это дало нам возможность объединить все производство единое, целое. И в рамках этого возбудить уголовное дело. И в рамках уголовного дела уже мы как бы вышли на ту ситуацию, которую уже имеем. В итоге, по результатам расследования нам удалось выявить 26 фактов преступной деятельности данного лица. По каждому факту собрать достаточное количество доказательств и сведений. И в настоящее время уголовное дело направлено в суд. И ждем окончания судебного разбирательства. Сегодня в Рязани прошла встреча ветеранов всей Руси Великой. Говорили о развитии ветеранской организации страны и, конечно же, о воспитании патриотизма у молодого поколения. Особый статус встречи придавала участие в ней главкома ВДВ России Владимира Шаманова. С подробностями Глеб Галушкин. В стенах Рязанского воздушно-десантного училища обсуждали в первую очередь возможность создания единой всероссийской ветеранской организации. Основные усилия, по словам бывшего командующего 40-й армии Виктора Ермакова, сейчас направлены на сплочение ветеранов вооруженных сил, улучшение их социального положения. Общественная организация ветеранов вооруженных сил России это довольно молодое, но весьма заметное и влиятельное объединение ветеранов армии и флота. Уже сейчас работают отделения в более чем 60 регионах. Еще одним немаловажным вопросом повестки дня стало обсуждение военно-патриотического воспитания российской молодежи. И еще из новостей от высокого начальства. Сегодня стало известно, что областной министр экономического развития и торговли Виталий Ларин заявил о намерении участвовать в конкурсе на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей региона. Об этом министр и сообщил губернатору, добавив, что на это его сподвигли общественные бизнес-организации. Начальник региона этому известию не особо удивился и даже пожелал своему министру успеха в прохождении конкурсной процедуры. А вот Рязанская общественная организация «Деловая России» выдвинула на должность регионального бизнес-омбудсмена кандидатуру Владимира Мемоглядова, руководителя регионального фермерского союза. Сегодня наша съемочная группа вышла в рейд вместе с дорожными полицейскими. Они часто бывают, чтобы задачи рейда согласовывались с журналистами и полицейскими совместно, но есть на земле и такие чудеса. Дело в том, что от водителей в последнее время и в ГИБДД, и в прессу поступает много нареканий на своих, так сказать, дорожных оппонентов. Пешеходы считают, что у них есть все права пересекать трассу, где заблагорассудится. Конечно, в правилах дорожного движения нет пункта, который разрешал бы водителям в таких случаях пешеходов наказывать, но нервов-то это стоит больших. Возможно, пеший народ еще не привык к тому, что в Рязани сократили количество официально установленных переходов, а потому запросто идут люди там, где не так уж давно существовала родная и любимая зебра. Продолжая тему, Оксана Тебенихина. В Рязани появляются и бесследно исчезают фантомные пешеходные переходы. Их может видеть лишь определенный круг людей. Чем вы уж, извините, нахальнее, тем больше вроде бы и пешеходных зебр в городе. Это, конечно, не смешно, зато правда. С начала текущего года на территории региона зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 19 человек погибли и 108 получили травмы различной степени тяжести. При этом половина из них произошла из-за нарушения правил дорожного движения самими пешими участниками дорожного движения. Двумя самыми оживленными и загруженными участками в нашем городе несомненно являются Первомайский проспект и площадь Ленина. Все мы помним, что когда-то и там, и там имели место быть нерегулируемые пешеходные переходы. По мнению некоторых пеших горожан не случится ничего страшного, если они перебегут дорогу, кстати, на сегодняшний день покрытую коварным льдом, именно в этом, когда-то, разрешенном месте. Уважаемый, вы чего же дорогу в неположенном месте переходите? Ой, извините, пожалуйста. А за что извините? Вы свою жизнь опасности подвергаете. Вы зачем переходите? Виновата. Не подумала, но задумалась, задумалась. А если б машинка летела? Ну что ж теперь сделаешь, ладно? А человек за вас сидит в тюрьме? Ну я понимаю, больше извините. Больше так не делайте? Хорошо. Вы в курсе, что нарушили правила дорожного движения? Извините. Уже в тюрьмах. Я здесь вот в тюрьме. Я вообще не знаю, не узнаю площадь линии. Покажите, пожалуйста, где пешеходный переход. Я вообще не видела. Вот стою, так я вообще не вижу. Извините, больше не буду, спешу. Зачем же вы? Тут пешеходный переход, разве есть? А я не знаю, где вообще-то переход. Как, где? Тут два светофора, вот, и вот, два светофора. Ой, извините, к рукам лет, сидеть с руками опаздываю. А если бы не дошли, да, внуков-то? Ой, наверное, потеря небольшая. Потеря небольшая? А человеку в тюрьме вот за вас сидеть? Небольшая потеря? Да нет, не судить. Можно сделать вывод, что кого-кого о себя гражданочкам не жалко. А вот о водителях они вовсе не подумали. Так что же это? Банальная лень, принципы или полное пренебрежение к окружающим и безответственность? Что с вами, люди? Дайте ответ. Но нет ответа. Часто родители и не догадываются, чем занимаются их детки. А молодое поколение не только дает жару на улицах или озорничает в школах. Наши дети занимаются также вопросами самоуправления и подводят итоги соответствующих муниципальных проектов. Такова жизнь. С подробностями Наталья Новикова. 14 марта в концертном зале Москва Рязанского комплекса «Премьер» состоялось подведение итогов 7-го городского конкурса лидеров ученического самоуправления «Своя позиция». Проект направлен на развитие системы школьного самоуправления в учебных заведениях нашего города. В конкурсе приняли участие лидеры ученического самоуправления в возрасте от 14 до 17 лет и их команды. В этом году конкурсантами «Своя позиция» стали учащиеся 13 учебных заведений города. Конкурс лидеров ученического самоуправления «Своя позиция» стартовал в январе этого года. За это время лидеры и их команды прошли ряд конкурсных испытаний. Ребята оформляли стенды, снимали видеоролики и делали презентации, организовывали мероприятия, а также участвовали в деловой игре «Блиц» и «Круглом столе». Награждение лучших представителей органов ученического самоуправления школы Рязани прошло по номинациям «Система самоуправления – лидер – команда». Также организаторы поощрили наиболее отличившихся конкурсантов специальными призами. Ну и еще одно известие от Натальи Новиковой – долгожданное. Сегодня в региональном гидромете ей раскрыли секреты погоды на ближайшие дни. Редакционная задача была простой – узнать, когда же будет тепло и сухо. Вот что получилось в результате. Март в наших широтах – один из самых изменчивых в плане погоды месяца в году. Март 2014 не стал исключением. Отсутствие осадков снежного покрова и значительное повышение температуры в первой декаде сменилось резким похолоданием, осадками и сильным порывистым ветром. 19, 20, 21 марта ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Наиболее интенсивные в четверг, 20 марта. Местами возможно налипание мокрого снега. Гололюдные явления на дорогах местами гололедятся. Температура воздуха в ночные часы будет минус 5, минус 10 градусов дневные, минус 3, плюс 2. В пятницу дневная температура воздуха уже начнет повышаться. Если ночью еще будет мороз, минус 5, минус 10, то днем воздух прогреется до 2-7 градусов тепла. Им тенденция к потеплению сохранится и на выходные. По предварительным прогнозам синоптиков, значение температуры в ночные часы повысится до положительных – 0, плюс 5. А днем воздух прогреется до плюс 10, плюс 15. При этом днем возможны небольшие дожди. Так что март поморозит и бросит, и самая настоящая весна не за горами. На сегодня все. Хорошей нам всем погоды и добрых новостей. Увидимся с вами совсем скоро в студии программы «Подробности». Так что до встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова